Театральный сезон продолжается. Какие премьеры фестиваля-гастроли в планах Ульяновского драматического театра имени Ивана Александровича Гончарова сегодня расскажет заведующая литературно-драматическая частью театра Кира Вострова. Здравствуйте, Кира. Здравствуйте, Ирина. Предлагаю для начала поговорить об итогах первой части сезона. Все ли получилось, что планировали? Первая часть сезона была для нас радостной, была для нас успешной, поскольку удалось реализовать очень много творческих планов, которые мы для себя ставили, наметили. В первую очередь, конечно, сразу после выхода зимних каникул мы провели сбор труппы, где все эти итоги подвели. И главный план сезона, главный план года, это план по постановкам, был выполнен полностью. Восемь спектаклей новых появилось в репертуаре Ульяновского драм-театра. Да, из них часть была поставлена именно в этой первой половине сезона, которая идет сейчас. Открыли, точнее, новый сезон, две премьеры. Это «Селфи со склерозом» с народной артисткой России Зоя Самсоновой в главной роли. И это бенефисный спектакль заслуженного артиста России Михаила Петрова о Каренин по пьесе Сигарева, поставленной по мотивам романа Анны Каренина-Толстого. Два, наверное, наиболее успешных спектакля премьерных по итогам отчетности годовой, по итогам зрительского интереса, по тому, как продаются билеты, как зрители посещают эти спектакли, и какие отзывы потом они оставляют нам в социальных сетях и звонят, рассказывают, благодарят за яркие впечатления. Кроме того, было поставлено еще несколько спектаклей премьерных. Это спектакль «Детские годы Багрова внука» по автобиографической книге Сергея Аксакова и Таня Арбузова «Советская классика». Прекрасный спектакль, который идет у нас на сцене на основной. Новогодняя компания подарила детям свидание с Чиполлино. Спектакль «Приключения Чиполлино» прошел очень успешно. Очень хорошо реагировали и дети, и взрослые. Очень хорошо отзывались об этом спектакле. Заполняли зал основной сцены практически полностью. И в том числе благодаря успешной новогодней компании, благодаря интенсивной работе во время начала этого сезона, театру удалось выполнить показатели и по заполняемости залов, и по финансовой составляющей. Нужно сказать, что год от года театр увеличивает свои доходы от продажи билетов. И в этом году доходы годовые составили почти 50 миллионов рублей. 49 миллионов рублей. Это значит, зрителям интересны спектакли. Зрителям интересны спектакли. Зритель, мне кажется, есть такая какая-то тенденция. Зритель хочет ходить в театр, зритель скучает по театральным спектаклям, по такому живому, теплому общению с артистами, по этому живому действу, по тому контакту, который возникает между зрительской аудиторией и сценой, тем, что происходит на сцене. Поэтому можно сказать, что театр провел первую часть сезона успешно. Кроме того, нам удалось провести несколько фестивальных событий. Завершили год два фестиваля. Один фестиваль для самодеятельных коллективов «Театр против наркотиков». Мы проводим его с 2014 года. С 2014 года. Да, 10-й фестиваль прошел. Прошел успешно. Он вышел на новый уровень. Теперь это межрегиональный конкурс. Участие в нем принимают коллективы самодеятельные из практически всех регионов по Волжии. Если организаторы начинали эту историю всего с 7 заявок на первый фестиваль, то в этом году обработали 42 заявки. 42 конкурсные работы. Это видеозаписи. Иногда небольшие по хронометражу, иногда достаточно длительные. Все они были очень внимательно отсмотрены. И с представителями УФСИН, и с представителями нашей наркологической больницы, с представителями различных реабилитационных центров, которые оценивали не только творческую составляющую. Конечно, она очень важна. И выставлялись оценки и за актерское мастерство, и за художественную целостность, и за оформление, за визуальный ряд. Но в том числе оценивались такие вещи, как влияние на зрителя, посыл, который считывает зритель, и возможность использовать эти видеозаписи в мероприятиях антинаркотической направленности, в профилактике, в предупреждении наркозависимости, в первую очередь, у подростков, у молодежи. Оценочный лист достаточно сложный, многоаспектный. И по итогам этого тщательного рассмотрения работы были объявлены победители. Они получили небольшие денежные премии, дипломы и сувениры фестиваля. А год завершил в декабре по традиции международный фестиваль «Отечество и судьба. История государства российского». В этом году получилось собрать очень интересную программу. К нам приехали театры из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Тольятти. Каждый из них рассматривал, предлагал зрителям для обсуждения, для того, чтобы сформировать свое мнение, какую-то особую тему. Тольяттинцы привезли спектакль по биографии основателя города Тольятти, Василия Татищева. Московский еврейский театр «Шалом» привез моноспектакль Олега Липовецкого, режиссера, с которым наши артисты с удовольствием работали. Ну вот они увидели его теперь в эпостаси актерской на сцене. Моноспектакль «Жирная Люба» о детстве маленького еврейского мальчика, который жил в провинции российской. И привезли спектакль «Моня Цацкий знаменосец» о юноше, тоже еврейском, естественно, тематика соответствующего театра, который прошел Великую Отечественную войну. И воевать не любил, не умел, не понимал, как, зачем. Но тем не менее он прошел Великую Отечественную полностью от начала до конца знаменосцем. Это особая такая какая-то должность, особая миссия, особая ответственность. Вот и сумел сохранить себя достойным человеком. Театр на Литейном привез спектакль Пётр и Алексей по истории отношений Петра Первого и царевича Алексея, его сына, его наследника. Такая непростая философская история по роману Дмитрия Мережковского. Для города на Неве, для города Петра это особая история, особая тема для размышлений. Она была очень интересно представлена на нашей сцене. Ну, кроме того, принимали участие наши театры ульяновские. Это театр-студия Анфанти Рибль представила спектакль «Пинежский Пушкин» по биографии, которую передали сказительницы в народном каком-то осознании, в народном каком-то толковании. Вот биография Пушкина. Это был молодёжный театр с метелью того же Пушкина. И это был Димитровградский театр, студия «Подиум», которые показали спектакль «Варшавская мелодия». О любви. А какие премьеры готовятся сейчас? Сейчас театр работает над двумя названиями. Прямо сейчас, конечно, готовится гораздо больше премьер, но тем не менее. Прямо сейчас идут репетиции, спектакли «Школа для дураков». Режиссёр Артём Устинов. Молодой режиссёр, очень талантливый, неоднократно номинированный на «Золотую маску». Он уже достаточно признанный. Он участвовал в режиссёрской лаборатории у нас, ставил спектакль «Исход». И теперь приступил к работе над «Школой для дураков». Это такой роман, роман Саши Соколова, сюжет, который он перескать достаточно сложно, потому что это такая языковая стихия, это очень образно, поэтично в своём роде, переданы впечатления детства, впечатления всем понятной и известной школьной рутины, впечатления о первой влюблённости, о принятии права на любовь, борьбы за это чувство. Это впечатления от лица подростка, от лица мальчика, такие немножко хаотичные, сумбурные, но при этом вызывающие отклик в зрительном зале и такие яркие достаточно воспоминания, узнаваемые ситуации. Они в каком-то смысле смешные, забавные, в каком-то абсурдные, но очень трогательные. Второй спектакль — это классика, вечная классика наша. Антон Павлович Чехов, дядя Ваня. Работает над этим спектаклем режиссёр Максим Копылов. Работает очень интересно. Его группа актёрская заряжена, вдохновлена. Эти репетиции идут очень интенсивно. Вместе с ним над спектаклем будет работать художник Владимир Медведь, композитор Олег Яшин. Они подбирают музыкальное оформление, подбирают какую-то стилистику визуальную, сценографию, костюмы. Полностью местный коллектив получается. Да, коллектив получается местный. Они тоже в этой классической истории ищут какие-то острые характеры, ищут какие-то яркие ходы. Я думаю, это будет интересно. Такое достаточно смысловое действо, которое будет любопытно видеть на сцене нашего театра. До марта осталось совсем немного. Март – это особенный месяц для театра. 27 числа мы отмечаем Всемирный день театра. И, как правило, к этому дню приурочен фестиваль лицедей, уже всеми любимый нами. Вот как в этом году он пройдет? Кто к нам приедет? Он будет 18-й по счету. Да, лицедей в этом году пройдет 18-й раз ежегодно. В преддверии Международного дня театра 27 марта проходит фестиваль театра в Ульяновской области, на котором коллективы региона представляют свои лучшие премьеры. Как правило, этот фестиваль имеет какую-то определенную тематику, особенно в последние годы. И в этом году фестиваль лицедей пройдет под эгидой «Года семьи». Год семьи у нас начался, и фестиваль будет посвящен тому, чтобы чествовать театральные семьи, которые внесли значительный вклад в развитие театрального искусства в нашей области. Номинироваться на премии лицедея будут спектакли с участием театральных семей. Соответственно, им будет вручаться специальный приз фестиваля, тематический, особый. Он сейчас находится в разработке. Диплом участников, конечно. Кроме того, будут рассматриваться кандидатуры на премию «Верность сцене» имени Кларины Ивановны Шадько. Дело в том, что март — это месяц, когда мы вспоминаем о Кларине Ивановне достаточно часто. Это месяц ее рождения. 8 марта она родилась. И 27 марта — день ухода ее жизни. Поэтому в любом случае мимо этого имени мы пройти не можем. Кларина Ивановна наша душа театра, наш покровитель театральный, педагог, друг, мастер, партнер по сцене для абсолютно, для всей нашей труппы, для каждого артиста нашего театра. Поэтому приз «Верность сцене» имени Кларины Ивановны Шадько будет вручен также в этом фестивале, в программе. И, кроме того, Ульяновское региональное отделение Союза театральных деятелей России по традиции вручит приз за вклад в работу Союза. Он тоже будет выбираться на конкурсной основе по представлению коллективов. А кто приедет, уже известно? Какие театры? Пока это хранится в тайне. Точные афиши «Лицидея» мы скоро опубликуем в наших соцсетях, на нашем сайте. Участие будут принимать коллективы Ульяновской области. Это обязательно. Да, это и наш Ульяновский драматический театр, это и театр «Кукол», и театр «Анфанте Рибы», и демитровградские театры. То есть все они представят свои театральные династии. Интересно посмотреть. Жизнь театра немыслима без гастролей. Кто планирует на нашей сцене Ульяновской выступить? И куда поедет Ульяновский драматический театр? Гастрольная жизнь Ульяновского драмтеатра в этом году до окончания сезона будет достаточно насыщенной. Одним из главных событий, которые очень ждет и труппы, и артисты, будут обменные большие гастроли. Это проект Минкульта России. Большие гастроли с Калининградским драматическим театром. В июне они представят свои спектакли на нашей площадке, а мы отправимся к ним в Калининград и покажем свои постановки там. Тоже летом, да? Да, уже летом, в июне. Кроме того, к нам приедут Рязанский музыкальный театр, Ростовский театр Горького, и мы ждем в гости театр Горького из Минска. Он тоже должен приехать в июне. Мы с нетерпением ждем этой встречи. Это театр нам не чужой. В нем служит режиссер, молодая Мария Матох, которая поставила на нашей сцене Абломова. И вот эти творческие контакты, они не рвутся и продолжают приносить нам новые встречи и новые радостные события. Продолжится ли техническое обновление театра в 2024 году? Это очень важная тема для театрального коллектива. Мы в прошлом году попали в федеральную программу поддержки драматических театров, регионов, и было обновлено световое оборудование. Зрители уже почувствовали это на себе, потому что спектакли стали ярче, интереснее, объемнее именно в плане светового оформления. На этот год запланировано обновление кресел в зрительном зале, ну и какие-то небольшие дополнительные работы со световым оборудованием. Это летом, наверное, все будет? Скорее всего, да. Скорее всего, да, планируется. И кроме того, естественно, стоит вопрос об обновлении сценического оборудования. Театр нуждается в обновлении машинерии сцены. Но это план на чуть более отдаленное будущее. Мы надеемся, что они тоже притворятся в жизни. Мы будем работать на высоком техническом уровне, как столичные театры, как крупнейшие театры России. Спасибо, Кира. До свидания. Желаю успехов театру. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова